Ну что, продолжим наш разговор. Наша тема – сравнение грамматик двух языков – нашего родного русского и английского. Мы прошли с вами уже первую часть, третью – существительное. И там мы прошли четыре темы. Первое – отсутствие родов в английском языке. Второе – отсутствие падежей. Третье – отсутствие склонений. И четвертая тема, которой мы коснулись, самая, может быть, интересная и неожиданная – это образование множественного числа. Я тут могу повторить только два факта. Что, казалось бы, тут ничего особенно странного нет, несопоставимого. И в русском, и в английском есть единственное множественное число. Но вот, оказывается, в русском языке оно образуется в тысячу раз сложнее. Вот, пересмотрите. Да, попутно, когда я говорю сейчас о сложности русской грамматики, я нахожу в интернете очень много роликов, когда люди из разных стран говорят о том, что они учат русский язык, и как это сложно. Я это слушаю очень внимательно. Люди говорят кому родной? Английский, испанский, итальянский, французский. Почему-то очень много корейского языка. Вот, я писал нам комментарий, но сейчас понимаю, что могу сделать одно обращение ко всем, кто изучает русский язык. Когда они говорят, что русский не знает, какой язык у них сложный. Да нет, мы знаем, какой язык у нас сложный. Вот, он очень сложный. Но в то же время хочу поделиться, ну, как сейчас пришло слово, лайфхаком. Значит, то есть такими добрыми советами, которые помогут тем, кто изучает русский язык, найти те стороны, ну, соответственно, не скрытые от первого взгляда, которые помогли бы найти простоту в русском языке. Напишите в комментариях, если это вам интересно. Итак, я начинаю. Сегодня мы переходим к прилагательным. Прилагательное. И тут я хочу ответить на вопрос, который задавал раньше. А именно. Несколько уроков назад я спросил, как вы понимаете, как вы можете объяснить такое явление? В русском языке какие-то части речи называются имя. А именно, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. Но и при этом можно добавить то не ко всем частям речи. Мы не добавляем имя к глаголу, к наречию, к предлогу. Вот. То есть, как вы понимаете, что это значит, если к какой-то части речи добавлено имя? Ну и сейчас мне наступила пора ответить. Вот в русском языке части речи, которые называются имя, имя присвоено слово имя, они изменяются по падежам, то есть они склоняются. Вот. Как это понять? И вот сегодня мы дошли до имя прилагательного. И начнем. Вот в английском языке прилагательное, ну выполняет ту же самую функцию, что и в русском языке. Она стоит перед существительным, и в русском, и в английском, и в положенное место перед. И вот мы говорим новый дом, большой стол, и при этом это прилагательное определяет существительное, которое идет за ним. И наступила пора сравнений. Очень яркое сравнение. Ну, давайте посмотрим. Вот. В английском языке есть прилагательное, которое не изменяется никак. Восклицательный знак. Ну и сколько добавить. Если быть честным, все-таки изменяется по трем степеням сравнения. То есть сравнительная, превосходная степень у них тоже есть. Но. Как не меняется английское прилагательное? Посмотрим, как оно меняется в русском. И вот мы берем прилагательный. Выберем самый такой яркий, хороший, короткий прилагательный, очень нужный, новый. И сразу говорим новый дом, новая квартира, новое окно и новые книги. То есть вместо одного в английском это одно слово new. Все. Не надо менять ни по родам. И что самое удивительное, и по числам тоже не надо менять. Вот тут-то, казалось бы, можно придумать форму множенную цена. Нет. Одно слово вполне заменяет русских четыре слова. Но это только начало. Далее. В русском языке каждый из этих прилагательное. И вот мы говорим новый дом. И потом все шесть падежей. Родительный, датный и далее, и далее. И вот нет чего нового дома. Я гуляю почему? По новому дому. Не буду продолжать. Мы знаем, как спрягаются русские прилагательные. Не буду на это тратить время. Вы это знаете. Но в результате мы имеем такую вот табличку. Такую, можно сказать, матрицу. Где четыре слова сверху. И потом шесть слов по вертикали. Количество падежей. Шесть на четыре, двадцать четыре. Получается, что вместо одного английского слова new в русском языке двадцать четыре варианта изменений одного этого слова. Причем я бы сказал, что это не значит, что в двадцать четыре раза сложнее. Если вместо одного варианта предлагается два варианта, сложность не в два раза. А там зависит от ситуации. Может быть и в десять. То есть в сотни раз сложнее найти вот эту правильную форму. И это очень большой труд, чтобы понять все эти изменения. Вот это базовый, первый факт, который сразу бросается в глаза. Но на этом сравнение в пользу английского языка не кончается. Эта тема имеет продолжение. Об этом будем говорить отдельно. Не будем смешивать все эти факты в одну кучу. Опять-таки, прошу вас, я никогда не просил ставить лайки, это вопрос выбора. Нравится, ставьте. Я внимательно слежу за реакцией. И я все жду, когда придут мои старые, те ученики, которые мне писали комментарии. И если вы смотрите ролики, обязательно напишите. Потому что мне важна обратная связь. До встречи.